В эфире новости ЮРКУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Лиана Мухамечина. Здравствуйте! Состоялась первая ознакомительная встреча студентов с директором передовой инженерной школы Сергеем Тараном. Передовая инженерная школа – это новый вид опережающей инженерной подготовки и переподготовки профильных специалистов на базе ведущих вузов страны в кооперации с высокотехнологичными российскими компаниями. На сегодняшний день в России существует 50 школ, одна из которых открылась на базе Южноуральского государственного университета и начнет работу уже в этом году. Так, для студентов нашего вуза провели ознакомительную встречу с директором ПИШ «Сердце Урала ЮРГУ» Сергеем Тараном. Он рассказал о проекте и об основных направлениях подготовки. Мы ждем в нашей передовой инженерной школе ребят, которые хотят получить новые знания, новые компетенции, практические навыки работы в коллективе, в организации, в компании, в производстве. Ребят, которые стремятся достигнуть новых вершин, получить компетенции, работы в команде, получить компетенции вроде лидера, лидера как организатора какого-то командного процесса, так и лидера в области новых дисциплин, новых исследований, новых разработок. ЮРГУ обеспечит создание спецтехники нового поколения, включая разработку спецтехники для умных городов, модельного ряда двигателей новой формации двойного назначения, интеллектуальных систем управления спецтранспортом. Университет обладает существенным научным, образовательным и инфраструктурным заделом в области транспортного машиностроения, а также формирует устойчивые партнерские отношения с технологическими лидерами, такими как автомобильный завод «Урал», ЧТЗ «Уралтрак», уральский дизель-моторный завод, завод «Спецагрегат», «Курган-Дормаш» и другими. Так называемое «Кольцо ПИШ» поможет совершить обмен компетенциями, курсами, студентами и командами. Мероприятие наше было проведено по ПИШ, передовой инженерной школы. Нас познакомили с тем, что мы будем делать, что мы будем изучать и обрадовали нас позитивными новостями. А именно, о том, что направление будет включать очень много из себя различных информационных источников, у нас будет очень много знаний, интересных практических навыков, как говорили ребята уже ранее, о том, что практика, она есть. И в Африке практика, и она нужна. По словам директора передовой инженерной школы Сергея Тарана, помимо основного диплома студенты получат важные навыки по смежной специальности, которые важны специалисту. Также в межуниверситетском кампусе мирового уровня в Челябинске выделено 5000 квадратных метров под площадку передовой инженерной школы «Сердце Урала», которая станет местом для интеграции университетского сообщества Челябинской области. Ветераны-тренеры хоккейной команды Юргу Политехник стали участниками гала-матча в рамках фестиваля «Спортивная студенческая ночь». В Москве на Красной площади в рамках Всероссийского фестиваля «Спортивная студенческая ночь» прошел гала-матч по хоккею между командами «Звезды» и «Друзья» студенческой хоккейной лиги. Игра была приурочена ко дню российского студенчества, а участие в нем приняли руководство регионов Российской Федерации, представители министерств спорта и образования, ректоры университетов, хоккеисты и тренеры студенческой хоккейной лиги, а также ветераны хоккейного цеха нашей страны. В составе команды «Звезды СХЛ» вошли заместитель губернатора Челябинской области и ветеран команды Политехник Станислав Машаров, а также тренеры хоккейной команды Политехнического Института Южно-Уральского Государственного Университета Денис Козырев и Артем Плетнев. Когда гостем участвуешь в таких мероприятиях, смотришь, как они организованы, чтобы потом в дальнейшем при организации самому какие-то хорошие моменты применять. В таких матчах, в таком месте, это, главное, площадь страны, люди, которые управляют спортом и другими социальными направлениями, руководители самого высокого ранга, играют в игру, которая, в принципе, для тебя является основным родом деятельности. Нельзя переоценить значение этого матча, потому что этот матч очень сильно развивает вид спорта, то есть люди видят, что он есть, какие люди в нем принимают участие. Матч завершился со счетом 5-3 в пользу команды друзей СХЛ. Игра проходила в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Каждый желающий может помочь спасти чью-то жизнь. Традиционный день донора прошел в Южно-Уральском Государственном Университете. Медики считают, что активные доноры реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и легче переносят кровопотерю и живут в среднем на 5 лет дольше среднестатистического человека. Традиционно на территории студенческого городка Южно-Уральского Государственного Университета дежурил передвижной пункт для сдачи крови. Перед процедурой доноры проходят консультацию у дежурного врача. Сдать кровь могут не только студенты и сотрудники ЮРГУ, но и все желающие. Наш университет проводит акцию вместе со станцией переливания крови Федерального медико-биологического агентства России в Челябинске и Челябинской областной станции переливания крови. Состоялось первое в 2024 году заседание ученого совета. О том, что было на повестке, расскажем в сюжете. Первый ученый совет в 2024 году состоялся. В преддверии Дня науки первый проректор, проректор по научной работе ЮРГУ Антон Коржов подвел итоги научной деятельности университета за 2023 год. В своем докладе он представил информацию о двух реализующихся стратегических проектах, сотрудничестве с ведущими предприятиями региона и новых мегагрантах, которые позволили основать крупные лабораторные направления квантовой инженерия света и экологических проблем постиндустриальной агломерации. В данном случае два мегапроекта. Они идут по постановлению правительства 220. Это такой проект привлечения ведущих ученых в ГУЗ РФ, от которых создается лаборатория. Первый проект у нас курирует профессор Московского госуниверситета Кулик Сергей Павлович, а второй – сербский ученый Станкович Далибор. Кроме того, наш университет реализует региональные проекты по импортозамещению и стал частью передовых инженерных школ федерального проекта Миноборнауки России. ПИШ «Сердце Урала» призвано подготовить к 2030 году полторы тысячи технологов и конструкторов для современных отраслей бизнеса. В 2020 году в 2021 году было поддержано 27 новых конкурсов в рамках российского научного фонда. По сравнению с 2021 годом 9 раз увеличилось количество проектов по собственному депутатному направлению, то есть это то, что проекты поддерживаются в другом инженерных направлении. Здесь представлены конкретные проекты, это проекты о синтезе материала, сахарном материале, моделировании, кибербезопасности. Также представлены три проекта Миноборнауки РФ, которые фонды вызвали интерес на университетных партлеров, университетных партлеров приезжали к нам, во время заседания также было рассмотрено предложение проректора по образовательной деятельности Марины Потаповой об утверждении девяти новых специальностей. Данные специальности планируется ввести по запросу партнера Юргут ЧКПЗ, который готов полностью компенсировать стоимость обучения. Традиционно на ученом совете были награждены за достижения выдающиеся студенты и сотрудники нашего университета. В их числе совет обучающихся в лице его председателя Андрея Лупу. Участники студенческих объединений взяли 10 призовых мест в конкурсе на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления всех вузов Челябинской области. Были заявлены в десяти номинациях, в девяти из которых одержали победу. Номинации различного характера, начиная от лучшего студенческого совета структурного подразделения, в нашем случае это победу одержал архитектурно-строительный институт, студенческий совет, заканчивая точными проектами. Наша корпоративная программа студенческого управления понеслась, также получила высокие оценки от экспертов. На заседании наградили заведующего кафедрой журналистика, реклама и связи с общественностью ЮРГУ Людмилу Шестеркину и старшего преподавателя кафедры журналистика, реклама и связи с общественностью, руководителя регионального студенческого медиа-центра Министерства науки и высшего образования Российской Федерации ЮРГУ Арину Марфицыну, дипломами за работу над прорывными проектами в науке и образовании, такими как коллективная монография по информационной войне и региональный студенческий медиа-центр на базе ВУЗа. Также наградой были отмечены члены творческого коллектива нашего университета за вклад в создание фильма «Вектор силы», над созданием которого трудились сотрудники ТРК ЮРГУ-ТВ. «На мой взгляд, снимать любой фильм – это очень сложно, независимо от того, о чем вы снимаете фильмы, о событии, о человеке, о природе. Но снимать фильм об истории ВУЗа, на мой взгляд, особенно сложно. И то, что большой творческий коллектив сотрудников, преподавателей, студентов, в первую очередь, университета, осмелился на реализацию такого проекта, на мой взгляд, это шаг, заслуживающий уважения». В рамках повестки состоялось традиционное представление к ученым званиям сотрудников Южноуральского государственного университета. Также прошли выборы и конкурсный отбор на должности профессоров институтов и высших школ заведующего кафедрой отечественной и зарубежной истории и директора Политехнического института. В ежегодной спартакиаде «Дружба-2024» традиционно примут участие сотрудники нашего университета. Ректор Юргу Александр Вагнер встретился с участниками и дал им напутственное слово. Команда Южноуральского государственного университета примет участие в традиционной спартакиаде «Дружба». Соревнования проводятся среди преподавателей, научных работников и сотрудников высших учебных заведений Урала и Сибири. В этом году спартакиада будет проводиться в юбилейный 60-й раз. Перед командой нашего вуза с напутственными словами выступил ректор Юргу Александр Вагнер. Спартакиада «Дружба» проводится с 1964 года. Ее основная цель – популяризация спорта среди преподавательских составов университетов, а также развитие сотрудничества между университетами Уральского и Сибирского регионов. В этом году ожидается, что участие в соревнованиях примут 12 университетов. «Мы в итоге подводились. Была 50-я спартакиада. Она была в Екатеринбурге 10 лет назад. Сейчас будет 60-я спартакиада. То есть 10 спартакиад из них получает наша команда. Пять раз было на первом месте, причем три раза были на выезде. Два раза на втором, три раза на третьем. «Мы каждый год ездим на спартакиады. Поэтому уже получается, после того, как приехать на спартакиады из Томска, уже планируют, кто у нас поедет. Команда почти вся та самая». В этом году команда нашего университета состоит из 40 преподавателей и сотрудников в возрасте от 27 лет. На спартакиаде и Ургу представят сотрудники Политехнического института, Института спорта, туризма и сервиса, Высшей школы экономики и управления, Высшей школы электроники и компьютерных наук, также структурных подразделений университета. «Мы усиленно командой готовились, ходили на совместные тренировки, специально с любителями тренировались, готовились, наигрывали различные сочетания, то есть, чтобы играть пары, миксы. Мы едем побеждать, и побеждать как в бадминтоне, и побеждать в общем зачете спартакиада. У нас всегда самые высокие амбиции». Команда Юргу будет представлена во всех дисциплинах. Лыжные гонки, настольный теннис, бадминтон, волейбол, плавание и многоборье ГТО. Также во внекомандном зачете пройдут соревнования по дартсу. «Возраст, который доступен для того, чтобы быть участником этой спартакиады, 27 лет и старше. Здесь мы те традиции, которые были заложены 60 лет назад, мы сохранили и вовлекаем в это дело и тех молодых преподавателей, и сотрудников, которые к нам приходят, и наш вуз трудоустраиваются. Предлагаем на выбор, безусловно, те виды спорта, которые они больше всего любят. Смотрим на их спортивную готовность и, соответственно, обсуждаем вместе с капитанами команд, где бы данный участник был готов. Отбор у нас проводится, согласно нашей спартакиаде, бодрости и здоровья, который каждый учебный год в нашем вузе проводится при поддержке физкультурно-спортивного клуба, при поддержке профсоюзной организации, ну и, безусловно, при поддержке администрации вузов». Спартакиады. Дружба пройдёт с 31 января по 2 февраля на базе Тюменского индустриального университета. Победителем спартакиады станет команда вузов, выигравшая в личном и общекомандном зачёте максимальное количество медалей. В Юргу прошла всероссийская акция «Открытие первых», посвящённая Дню первооткрывателя. В рамках акции «Открытие первых» региональное отделение российского движения детей и молодёжи «Движение первых» совместно с Советом обучающихся Юргу подготовили интерактивную викторину, в рамках которой участники смогли узнать о выдающихся личностях нашего региона. «Данная акция направлена в первую очередь на осознание у ребят того, что действительно есть люди, которые вносят особый вклад в развитие региона, и это те люди, которыми стоит восхищаться, которым, наверное, есть смысл подражать, потому что они действительно те, кто двигатели прогресса, были в своё время, и стремиться к тому, чтобы дальнейшее развитие нашей области реализовывали именно они». Викторина проходила в два этапа. Первым участников разделили на четыре команды, каждой из которых нужно было выполнить интерактивные задания и понять, какого первооткрывателя для них загадали организаторы. Во втором представитель от каждой команды рассказывал о первооткрывателе, который достался их коллективу. В рамках игры участников познакомили с биографией советской конькобежки Лидии Скобликовой, драматурга Наума Орлова, физика Игоря Курчатова и писателя Павла Бажова. «Я на самом деле очень люблю такого формата мероприятия, люблю их и посещать в качестве участника, как сегодня, также волонтёрыть на них и даже самой организовывать. Я продаю им уже с самого его основания, и поэтому побывала на большом количестве таких мероприятий. Очень приятно, на самом деле, снова здесь побывать». Также в рамках акции прошла встреча с председателем Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи Светланой Буравовой. Участники смогли задать интересующие вопросы и подробнее узнать о деятельности движения. «Сегодняшние мероприятия у нас направлены на то, чтобы объединить актив разных районов города Челябинска. Что это означает? Означает то, что через интерактивные форматы взаимодействия они узнают друг друга, мы узнаём их, и тем самым мы реализуем совместные проекты. Я очень хочу, чтобы у нас объединялись ребята в команды, и больше всего я хочу, чтобы была такая большая региональная команда актива, которая будет помогать создавать события, которые интересны самим детям, молодёжи, и чтобы мы уже были больше такими наставниками, организаторами событий, и создателями этих событий стали ребята». Отметим, что ЮРГУ является первичным отделением регионального движения детей и молодёжи «Движение первых». Объединение работает вместе с молодёжью и для молодёжи, даёт новые возможности для реализации идей и помогает каждому внести свой вклад в развитие страны. С 8 по 15 февраля в Южноуральском государственном университете пройдёт «Научный диктант». Подробнее о ежегодной просветительской акции расскажем в сюжете. «Научный диктант» – ежегодная областная просветительская акция, которая призвана продемонстрировать потенциал региона в научном, образовательном и инновационном направлениях. Акция пройдёт в единый период с 8 по 15 февраля 2024 года в онлайн- и офлайн-форматах по пяти направлениям. «Лица науки Южного Урала», «Научные школы Южного Урала», «Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня», «Передовые производственные технологии и материалы», «Межуниверситетский кампус мирового уровня в Щелябинской области», «Десятилетие науки и технологий». Одной из площадок вновь станет Южноуральский государственный университет. Организатором научного диктанта выступает региональная инфраструктура образования и науки при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области, Совета по науке образовательных организаций высшего образования Челябинской области. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы! Смотрите выпуски новостей в социальной сети ВКонтакте, на видеохостингах Ютуб и Рутуб, а также платформе Яндекс.Дзен. До встречи в эфире! Найти для ребенка развивающий кружок или секцию по интересам не всегда легко. Госуслуги упрощают этот процесс. Чтобы найти услугу, спросите о ней у робота Макса. Выберите интересующий кружок. Для этого можно воспользоваться картой, поиском и фильтрами. Многие кружки на госуслугах можно оплатить сертификатом дополнительного образования. Тогда занятие оплатит государство. Заполните форму и отправьте заявление. Когда заявление будет одобрено, ребенок сможет приступить к занятиям. Госуслуги. Проще, чем кажется.